В Перми состоялось заседание комиссии Краевой общественной палаты по вопросу промежуточных итогов реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Экспертное сообщество обсудило вопросы, касающиеся проблематики ремонта, реконструкции и строительства дорожных объектов в Прикаме. Подробнее тему обсудим с председателем палаты по общественному контролю Михаилом Борисовым. Михаил Александрович, рада приветствовать вас. Первый вопрос. Заседание буквально полчаса назад закончилось. Каковы промежуточные итоги реализации нацпроекта? Добрый день. Сегодня прошло заседание комиссии. Хотелось бы отметить положительные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас в регионе. Наш край показывает довольно-таки высокие темпы по реализации. И, конечно же, среди них есть и аутсайдеры, как всегда бывают, и те, кто у нас сегодня впереди планеты всей. Хотелось бы отметить, из положительных сегодня моментов было озвучено, что реализация нацпроектов по дорогам будет продлена до 2030 года. И это действительно большой плюс для нас. Мы сможем отремонтировать гораздо больше дорог, и мы будем их ремонтировать. Причем мы будем делать это только лишь в комплексном подходе. Мы будем не только делать проезжие части, но мы будем устанавливать и безопасные ограждения, мы будем делать освещение, мы будем устанавливать мафы, делать тротуары. Ну и, конечно же, немаловажный вопрос. Это связаны с ливневыми канализациями, которые сегодня жители обращают внимание практически регулярно после выпадания осадков. Я вот понимаю, что это пока промежуточные итоги, но все-таки количество отремонтированных дорог, может быть, по сравнению с прошлым годом увеличилось при Каме? Конечно, да. На сегодняшний день у нас уже принято 17 объектов, которые завершены. Они завершены у нас в Перми, завершены у нас в Добрянке, завершены у нас в Пьемском муниципальном районе и условно завершены у нас в Краснокамске. А вот говоря про аутсайдеров, это вот... Да, аутсайдеры мы имели в виду Краснокамск, потому что сегодня у нас есть такое понимание, что без участия общественников, общественных инспекторов у нас ни один из объектов дорожного ремонта не принимается. И четыре объекта, которые были сегодня в Краснокамске завершены, по ним были выявлены замечания со стороны общественности, мы написали свои рекомендации по устранению, и вот уже мы два раза выезжали, вот впереди, видимо, еще один раз будет для выезда, по проверке выявленных замечаний. Основное, на что мы сегодня отмечаем и на что сегодня отмечают жители, какие вот именно замечания-то нами были выявлены, это проблемы, связанные с маломобильными группами. Подходы для остановочных комплексов, они должны у нас быть обустроенными, чтобы жителям было комфортно все-таки проходить. Также всегда мы задаем вопрос о том, что, а насколько самим вот комфортно вот то, что вы вот сделали, то, что вы работа киев провели. И вот если мы можем сказать, что по Перми у нас отлично и все хорошо сделано, то по Краснокамску у нас были замечания, часть замечаний уже устранены, и уже в последний выезд вместе с заместителем министра транспорта мы определили, что данные замечания, они из года в год повторяются, и чтобы их ликвидировать, нам необходимо принять ряд решений. Одно из решений это разработка проектной документации, чтобы мы могли подойти к этому более комплексно, посмотреть перед тем, как мы начинаем объект, и принять те необходимые технические решения для выполнения поставленной задачи. Они уже по факту смотрели, когда мы приступили к работам. И то же самое касается по строительному контролю, что необходимо, раз нам проводить строительный контроль, то это должны быть компетентные, независимые, технические специалисты и эксперты. Вот говоря об общественных инспекторах, вот их число может быть тоже увеличилось? Да, у нас из года в год интерес к приему национальных проектов растет, и группа у нас по контролю за дорожными объектами одна из самых многочисленных. Порядка 25 общественных инспекторов, причем квалифицированных, они у нас все проходят обучение с участием профильного министерства и первого благоустройства, где работают на наш взгляд наиболее компетентные сотрудники сегодня. Вот вы сейчас очень много назвали положительных моментов, и вот вы говорите, что там, например, Пермь пример для других территорий, а в целом регион, он пример для других территорий? Да, Пермьский край вообще пример для других регионов, потому что у нас есть рейтинги среди других субъектов, и мы можем сказать, что мы можем с ними соперничать, даже с нашими и соседними субъектами. Но не хотелось бы, конечно, в их камень кидать, они тоже выполняют, но хотелось бы отметить, что мы стараемся делать это более профессионально, задумываясь наперед о том, что завершив сегодня часть объекта, нам обязательно потребуются дополнительные какие-то комплексы. У нас есть примеры, когда мы понимаем, что город полностью находится под воздействием сетевых компаний, что сетей очень много по городу, и мы отмечаем тот момент, чтобы не получилось так у нас, что сегодня мы делаем с вами дорожный объект, а завтра у нас возникает какое-то ЧП, и мы вновь перерываем, потому что уже вторичный ремонт, он не будет такой, как сделан первоначально. Поэтому мы на это внимание обращаем, и вы видите там, где дороги ограждены, где у нас схема дорожного движения изменяется, там краски происходят, ремонт и перекладка сетей в том числе, для того, чтобы мы не возвращались. Это комплекс, и это хорошо, что мы это принимаем и делаем на территории нашего региона. А как Министерство транспортно относится к вашим проверкам, есть ли с их стороны реакция? Да, Министерство очень активно к этому относится, и сегодня мы можем сказать, что при выявлении замечаний с нашей стороны уже Министерство оперативно реагирует. Если есть обращение о том, что, например, была укладка сделана в отсутствии положительных погодных условий, что обычно жители часто жалуются на это, то Министерство безоговорочно отмечает это, и уже проверка лабораторной будет именно на том месте, где было обращение. Плюс, еще здесь у нас большой, это портал «Управляем месте». Мы анализируем регулярно перед выездами на любой объект количество обращений, которые сегодня существуют на том или ином дорожном объекте. И мы тут же это берем в работу. То есть мы видим там, что обращения от кого-либо связаны с тем, что сделали неровно дорогу, не установили освещение, не сделали тротуар, не сделали бортовые камни. Мы, конечно же, сразу же во время приемки на это обращаем внимание и отмечаем это в рекомендациях со стороны общественных инспекторов. Вы наверняка, может быть, видели, особенно в соцсетях, очень популярны карты убитых дорог. Да, это есть. Это проект был общероссийским народным фронтом. Мы тоже отслеживаем то, что там появляется и оперативно реагируем. И вот последний у меня такой вопрос. Как вы считаете, можно ли опыт с общественными инспекторами не только на дорожные объекты в Перми, в Прикаме, но и, допустим, на какие-то долгострои в той же Перми, там, Худ, галереи и так далее? Вы имеете в виду объекты не дорожного ремонта, а иные объекты? Да, инфраструктура. Да, я сейчас немного приоткрою вам завесу по этому поводу. У нас принято решение общественной палаты о создании новой группы общественного контроля за объектами социальной значимости. Мы будем полностью контролировать и долгострои, которые вы сейчас назвали, и объекты, которые у нас планируются в ближайшем будущем сдачи, и объекты, которые будут у нас еще впереди на сдачу. И здесь уже у нас более профессиональное экспертное сообщество, потому что заходить на эти объекты нужно более ответственно, потому что там имеет место посмотреть еще и техническую документацию, исполнительную, и уже делать после этого свои ремарки и замечания, которые на наш взгляд будут. У нас уже набрана группа общественных инспекторов, и в октябре она пройдет обучение, а в ноябре мы уже их отправим, как говорится, в поля. Отличная инициатива. Спасибо вам большое за интервью. У нас в гостях был Михаил Борисов, председатель комиссии общественной палаты Пермского края по общественному контролю. И говорили мы о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Прикаме». Субтитры создавал DimaTorzok